Новый, большой и мощный. Компьютерный томограф новоалтайской больницы появился впервые. Ранее пациентов возили на обследование в Барнаул. Кстати, в новинку аппарат этой марки и для алтайского края. Томограф белорусского производства. В нашей стране таких единицы. Обучать новоалтайских медиков приезжали специалисты с Москвы и Белоруссии. И обновку наши врачи уже оценили. Картинка позволяет детальнее изучить все анатомические области человека, что особенно необходимо для многопрофильного стационара. Мы можем более детально визуализировать допустим тромбоэмболию легочной артерии. Мы можем увидеть онкологию новообразования черепа головного мозга. Можем более детально и более мелкого образования увидеть легкие в брюшной полости. То есть то, что нам на рентгене ранее было недоступно. На сегодняшний день компьютерных томографов алтайского края гораздо больше, чем 10 лет назад. Только в этом году более 28 единиц поставлены. Пациенты сегодня со всего алтайского края в первую очередь ехали в направлении города Бардаула. Крупные клиники, где у нас компьютерный томограф, диагностический и так далее. На сегодняшний день, в этом году, реализована эта у нас программа. Я уверен, что мы здесь будем делать больший спектр не только стационарным пациентам со временем. Также в больницу привезли новый цифровой аппарат для флюорографии. Мощнее старого. Ежегодно в Алтайской больнице проводят более 43 тысяч флюорографических исследований. Новое оборудование позволит сделать этот процесс бесперебойным, а снимки сразу отправлять в базу данных для удобства пациентов и врачей. Также у нас имеется доступность к цифровой системе Алтайского края. Любой врач, лиминолог и специалист, терапевт, хирург может просмотреть снимки. Более высокое разрешение, более четкие снимки, более лучшее качество. Оборудование запустят уже в сентябре. Закупили его по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это более 60 миллионов рублей. В этом году в учреждениях края также появится еще 40 единиц тяжелого медоборудования. На это уже направили полмиллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов.